Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева и сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. В Театре молодежи открывается Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама». Всех поклонников театрального искусства приглашают на эскиз по пьесе «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова. Московское отделение полиции превращается в пристанище интеллектуалов, где вместо пыток используют такой вопросник, что можно не только растеряться, но и вообще остаться с чувством острой пустоты и никчемности. Стоимость билетов 200 рублей, начало 18.30. Во Дворце культуры железнодорожников пройдет конкурс самодеятельных театральных коллективов «Свет Трампы». Классические пьесы познакомят с классической литературой и историей, современные помогут разобраться в процессах, которые сейчас происходят в искусстве. Начало в 9.30, вход свободный. Четвертый краевой форум «Выставка полезна пенсионерам» пройдет в Фескохоле. Посетителей ждут ярмарка социальных товаров и услуг от приморских производителей. Также будут вестись консультации по вопросам социальной защиты и обслуживания, обязательного медицинского страхования, пенсионного обеспечения и трудоустройства пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Начало в 9.00, вход свободный. На водной станции ТОВ состоится международная гонка на мотоциклах «Эндуро» на пределе. Она станет финальным этапом чемпионата России. В состязании примут участие спортсмены из России, Кореи и Таиланда. Сильнейшие гонщики на пределе возможностей вновь будут выяснять, кто из них лучший в этой гонке на краю континента. Начало в 14.00, стоимость билетов – 250 рублей, детям до 5 лет – бесплатно. Проверить свои силы и выносливость приглашают горожан на международном Владивостокском марафоне. В этом году впервые доступна дистанция на 10 километров. Традиционные забеги состоятся на 5, 21 и 42 километра. Для самых маленьких марафонцев будет доступна дистанция в 1 километр. Не забудьте предоставить оригинал медицинской справки о допуске к беговым соревнованиям. Призовой фонд марафона – 1 миллион рублей. Старт в 8 утра. Стоимость участия – от 1000 до 5000 рублей. Очаровательные создания «Милые котята» ищут свой дом. Благотворительная выставка «Раздача котят и кошек» пройдет в парке Минного городка. Также в программе «Сбор пожертвований для бездомных животных» благотворительная ярмарка «Аквагрим для детей». Начало в 11.00. Вход свободный. Международный день туризма отметит на 5-й юбилейной ярмарке путешествий. Вас ждут выступления национальных коллективов, конкурсы, мастер-классы и розыгрыши. В финале праздничного дня представители японского консульства разыграют сертификат на путешествие в Японию и авиабилеты в Токио. Управление по туризму Макао будет знакомить гостей с национальной кухней и разыграет два путешествия в азиатских Лас-Вегас. Праздник развернется на верхней площадке спортивной набережной. Начало в 12.00. Вход свободный. Социальный проект «Бумеранг» стартует во Владивостоке. Для гостей подготовили развлекательную программу и аукцион с ценными подарками, где все вырученные деньги пойдут на приобретение продуктов для пенсионеров и ветеранов. Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся людей появятся в супермаркетах и магазинах города. Начало в 12.00. Вход свободный. Традиционный городской праздник «День тигра» развернется на площади борцам за власть советов. Горожан ждут праздничное шествие Колом по Океанскому проспекту, вручение техники и передача инфраструктурных объектов, созданных Центром «Амурский тигр» и праздничный концерт. Музыкальные хедлайнеры праздника в этом году группы «Серьга» и «Ума Турман». Начало в 10.00. Вход свободный. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города.